Добрый день! У себя было уручено 10 школьных комплектов. Символично, что мероприемство проходило в библиотеке, храме науки и ведов. Лето закончилось, а это значит, что дети снова отправляются в текавое и взаимное подороже Украину ведов. Организаторы акции попробовали подарить ребятам, которые находятся в тяжкой житевой ситуации, как могла больше тепла и клопоту, сделать все, чтобы они могли успехово вучиться, пересекнувши школьный порог. Подчас своего выступления Петр Керыченко пожадал школьникам отримать всю добрую адукацию, а главное быть за все добрыми людьми и достойными грамотянами нашей краины. Старшиня Гарвы Конкама не обмежавался только уручением портфелев. Так само в якости подарунка у ребяты отримали билеты на наведывание футбольных и хоккейных матчев. В свою чергу дети подарили старшиня Гарвы Конкама саморобный школьный звонок и пообещали прилежно вучиться. Есть у детей сложности, нет у них сложностей, но все это должно у них быть. Я имею ввиду вот эти атрибуты и портфели, и пеналы, и все остальное. Поэтому я видел с каким волнением дети получали эти подарки. Нисколько не сомневаюсь, что они для них долгожданные. И что они будут вот в том числе и благодаря этим школьным принадлежностям стараться учиться, достигать, получать качественное образование и в дальнейшем становиться достойными гражданами нашей страны. Протягиваем выпуск. Повышение якости медицинского обслуговывания и увага до кожного пациента. Головные принципы у работе Гомельского областного клинического шпиталя инвалидов Великой Чыной войны. А кроме того, что во установе каждый год з'является высокотехничное медицинское обсталявание, персонал протягивает укоронять лепшие сучасные методы келячения. Одной из опущенных новинок стала пляцовка для занятка у зарадкой на свежем поветре. Это один из важных этапов у реабилитации пациентов после инсульта, инфаркта миокарда, онкологичных захворываний и тяжких травм. Дмитрий Котов, протягнем. Такие занятки на свежем поветре проходят уже на протягу двух тынек. Кожный сеанс продолжится 15 минут. За годину на пляцовцы реабилитацию проходят около 100 пациентов. Все занимаются по облегченной программе. Никаких тяжких практикований, которые могут поскорить здоровье, нема. Побольше, супрацовники медустановы зарабили специальные дорожки для прогулок. Занят на воздухе, тем более в наших условиях сосонник такой, воздух очень чистый. Пациенты с утра заряжаются, они узнают упражнения, которые должны делать. И, уходя домой, инструктора еще им рекомендуют эти упражнения. И пациенты уже знают, как вести зарядку, как себя разогреть с утра, как и упражнения делать, чтобы чувствовать себя получше, чтобы не нагрузиться сильно. Поэтому они очень полезны и в дальнейшем, я думаю, будут использоваться нашими пациентами. Новую методику у реабилитации пациентов пошли выкористовывать после того, как делегация установы наведала Швецию. Там занятки на свежем поветре, з'ява довольно расповсюдженная. Пациенты застаются задоволенные и худше идуть на поправку. У меня инфаркт, я хорошо переношу. Ну, физкультура очень полезна, хорошо. Ну, занятия и персоналы очень хорошие. Обовязковая умова проведения занятка у ранницей. После чего распочинается черговый этап реабилитации. Кожна из пациентов, в зависимости от захворывания, протягивает лечение по особистой программе. Это занятки на тренажерах и в бассейне, физия и психотерапия. Сегодня у шпитали дейнише пять залов для медицинской реабилитации. Особливый гонор персонала – наявность сучасного, высокоэффективного обсталявания. Мы приобрели два года назад очень хороший тренажер, армой, который позволяет реабилитировать пациентов после инсульта, особенно в верхней конечности, в режиме обратной связи. Пациент видит на экране какие-то задания, он одевается на руку робот и благодаря этим программам робот помогает выполнять эти упражнения. Через 10 сеансов руки начинают намного лучше двигаться, и он уходит от нас почти полностью восстановленный. Значенную вагу реабилитации пациентов во установе надают уже 10 годов, а в 2012-м на базе шпиталя наводствовали областный центр медицинской реабилитации. Зараз, кля 15% пациентов после тяжких захворываний вертаются до працы. Приблизно такие же покажки к сегодня и в сучасных европейских медицинских центрах. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Глядите, сегодня в вечернем эфире телеканала «Беларусь-2» новый выпуск ток-шоу «Пушкина-8». На этот раз эксперты программы обмаркуют тему профилактики наркомании, ситуации с уживанием наркотиков в нашем регионе и работу правооховников и инших служб в этой сфере. Что треба видать батькам и их детям, как перемогчих воробу за довольнение? Про это и не только подземляться в выпуске ток-шоу «Пушкина-8». Сегодня в вечере в 18.10 и завтра ранится в 7.10 на «Беларусь-2». В «Гомель» прибыла уникальная святыня. Ковчег шастицей мощи у святого равноапостольного великого князя Уладимира доставлены у Кафедральный собор Пятра и Паула. У первый день святыни поклонились некольки сотня человек. Князь Уладимир, будучи политичным деятшим, принял решение, якое повплывало на всю дальнейшую историю Киевской Руси. Минный Тайон в 988 году брал христианство у якости державной религии и христился с именом Василь. Все лето православная церковь святкует тысяча годия со дня скону святого. Ему молятся об умоцовании веры и вратовании от бед. А еще князь Уладимир лишится заступником внутренних войсков, да и его звертаются с просьбами об мирном жите и вызволении от ворогов. У Гомелеву-Першиню прошла вилла суббота. По инициативе областного выконавчего комитета Федерации велосипедного спорта Гомельской области и областной державной инспекции одну из улиц города на некольких годин закрыли для руху автомобильного транспорта. Что с этого отрымалось, доведался Олег Синтеров. Амаль – три километра в один бок. До первой велосубботы у Гомеля выбрали участок автодороги, побудованный в этом году, а тому веломаторы могли разогнаться до максимальной худкости без рызыки трапить у яму тиколеину. Правда, те, кто принял удел у акции, оказались людьми доступными и отказными, а тому ни властным здоровьем, ни своими транспортными сродками не рызыковали. У адрозни нет некоторых инших жахаров региона, якие селиты трапили у сруёзной аварии. В настоящий момент на территории Гомельщины совершено 16 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых 4 человека погибло, и 15 получили ранения различной степени тяжести. У Вогули практика закрытия дорог для руха автомобильного транспорта и предоставления их велосипедистам у инших краинах яснуя не один год. У Гомеля я ее применили у першиню, и есть поставы мерковать, что не помылилися. С одного боку, это дало махчимость веломаторам, которые проезжали целыми семьями, беспечно кататься на протягу нескольких годин. Еще один плюс в том, что люди могли охотить свои пропадновы с упроцовником Держа-Аутоинспекции. Но сегодня все разумеют, в некоторых выпадках велосипед начал уявлять реальную погрозу для пешеходов. Мы являемся транспортом, который заставили волей правил дорожного движения передвигаться по дорожкам для пешеходов. Я думаю, что это совершенно неразумное соседство, потому что и скорости разные, и массы разные, и люди гуляют по тротуарам с детьми. Дети, они, сами знаете, они иногда неконтролируемые, можно увеченно нести человечку маленькому. Меж тем, колькость веломаторов, у тем же Гомеля постоянно повеличивается. В областном центре, на вот товариство по интересах, есть вела Гомель, а прощатого тут шмат аматоров здесь снять велоподдорожье, у темнику протяглая. Некак идем тому, например, группа гомельчан проехала по маршруте Гомель-Адлер. А прощав всего иншого, это дало махчимость ознайомиться с организацией велосипедного руху у инших краинах. Урач-ангиохирург и активный прихильник поездок на велосипеде Георгий Рыбаков-Перекананы Необходно уносить коррективы у правила дорожного руху и на вот того, что некоторые пропонувы. Велосипед – это транспорт, и он должен передвигаться по проезжей части. Мы согласны сдавать определенные, наверное, нормативы какие-то, получать какие-то, не знаю, знаки отличия, типа номерных знаков, да, получать удостоверение водителя велосипедов, как это было при Советском Союзе. Это все очень разумно, и транспорт должен находиться на проезжей части дороги. Олег Сентяров, Сергей Рукашук, телерадио «Компания Гомель». На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усягу вам доброго и до встречи в эфире.